Всем привет! Это программа The Hype. Сегодня с вами я, Рома, и моя соведущая Лида, которая опять опаздывает. Сегодня вы можете нас смотреть двумя способами. В детском медиа-центре Куча Мала и на национальном телевидении Чувашия. Рома, прости, я совсем немного задержалась, там просто троллейбус долго ехал, а потом бабушка выходит, и я пакеты у нее беру и иду вместе с ней через пешеходный переход. Да, 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 опять ты врешь, Лида. Но сегодня я вру не зря, ведь тема нашего прямого эфира это... Вранье. Лида, а ты знала то, что вранье делится на запланированное и спонтанное? Это как? Ну вот запланированное вранье, это когда вот ты сейчас соврала, ты соврала запланированно, потому что ты знала то, что ты будешь врать. Ты опоздала, ты все в голове продумала. Ага. А спонтанное вранье, это когда человек что-то сломал, к примеру, и его сразу спрашивает. Он не знает, что ответить, и запинается. Ну, название говорят сами за себя. Ну да. Стой, погоди. Так я же сейчас знала, что опоздаю и спотыкалась. Значит, у меня гибрид вранья. Ну, можно и так сказать, ты придумал новый вид вранья. Ого, 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 сики. Если вы нас смотрите на национальном телевидении Чуваши, то переходите к нам в чат, в детский медиа-центр Куча Мала, и под постом пишите, зачем, как, почему, за что. В общем, когда последний раз выбрали? Мы уже несколько прямых эфиров разыграем разные вещи. Да. И в этот раз мы хотели разыграть кубик Рубика. Ну, во-первых, он развивает моторику рук. Во-вторых, вы не сможете его обмануть. Потому что здесь нельзя вытаскивать кубики. Вот, все. То есть вы будете запоминать разные схемы и никак не сможете себя обмануть. Да. А чтобы его выиграть, надо, как обычно, репостнуть, лайкнуть. И поставить лайк. Ну, вот и все. И с помощью специальной программы мы в конце эфира его разыграем. Да, Рома все правильно сказал. Ну, что ж, Ром, ты знаешь, ты когда-нибудь врал во благо? У меня такого ни разу не было. Вообще, честное слово, ни разу. Ну, ты знаешь хотя бы, кто первый начал утверждать, что вранье во благо это не так уж и плохо? Даже во благо, само слово. Нет, не знаю, кто такой. Пифагор. Пифагор первым начал. Ну, ты говоришь, что у тебя не было таких ситуаций вранье во благо, да? Вообще ни разу. А какие тогда были? Были у меня более смешные ситуации. К примеру, одна из них это, когда я дома не убрал кровать, и мне мама звонит, и я убегаю с уроков. Звонит. Звонит. Ты что, Достоевского не считал? Кто у нас там еще? Толстой, Лермонтов, все вот эти умные дядечки. Я бегу домой и смотрю, мама стоит рядом с кроватью. У меня еще там на столе такая куча мусора стоит. Ой, вообще. Это моя комната просто. И мама спрашивает, почему ты ничего не убрал? Почему так грязно? Я говорю, это брат приходил, он покушал и поспал, ушел. Мама брату набирает, там всякое такое, спрашивает у него, а брат дома вообще не было. Ну, теперь отлись, все успеем. Брата дома не было. Ну и вот потом еще... А брат потом узнал? Да, потом еще брат узнал и тык дал, да. Вот вы маленькие, вот младшие сестры, братья любите на старших подставлять? У меня тоже моя младшая сестра все время меня подставляет так. Ну, слушай, мне кажется, что ошибки можно поставить знак в равно и вранье. Ведь мы ошибаемся и не хотим об этом говорить, чтобы нас потом не ругали. И поэтому мы брем. Ну что ж, я знаю такую историю. Девочка, студентка училась в университете. И когда у них был зачет, она поделала подпись своего преподавателя. Преподаватель, директор, декады, вот это вот все узнали об этом. И ее отчислили. Ничего себе, вот не надо так делать, надо быть лучше. Ошибка, вранье. У меня тоже был такой друг, он один раз себе, когда учитель составила электрон журнал открытым, он себе поставил три пятерки по алгебре. Вот так. И его за это чуть ли не исключили из школы. Ого, какой-то неумный мальчик. Надо было хотя бы по одной ставить. Ну, сейчас мы узнаем, какие ошибки большие и не очень совершали наши маленькие студийцы. В детском саду я не спала на тихом часу. Сколько я времени потеряла! Когда я была маленькой, меня подруга пригласила на день рождения. Мы пошли покупать ей подарок. И он мне так понравился, что я захотела такой же. Я просила маму с папой очень такой же, и они были вынуждены мне такой купить. Но когда мы пришли домой, они мне объяснили, что так поступать нельзя. Однажды я запуталась днях недели. Я пошла в школу в среду, а собрала учебники по расписанию четверга. Моя главная ошибка в том, что в детском саду я никак не могла с кем-то подружиться. Поэтому я сидела все время одна. Главная ошибка, которая у меня произошла в жизни, это то, что я забыла сменку, и вместо нее одела бахилы, и за это меня наругали. Моя главная ошибка, то, что когда я пришла в школу, я много разговаривала на уроках. Когда нам задали домашнее задание, я не поняла и не смогла его сделать. Моя ошибка заключается в том, что когда я делаю уроки, я всегда откладываю все на потом. Это значит, что если через 5 минут, это через 2 часа, а если завтра, то послезавтра. Вы смотрите программу «Отдыхай». У нас прямой эфир, и наша тема прямого эфира – это вранье. У нас в гостях мой классный преподаватель, учитель и просто психолог Фея Вняминовна. Фея, у вас очень необычное имя. Почему вас так назвали? Вы нам не врете? Нет, это мое настоящее имя. Меня так назвали, потому что мама моя верила в волшебство. А вы сами верите? Я чуть-чуть верю. Да, отчасти верю. А Фея Внямина, зачем люди врут? Ну, давайте рассуждать логически. Маленькие дети не врут. Потом, в какой-то момент времени, вот он не врал, не врал, и ему попало за что-то. И в итоге получается у нас, почему человек начинает врать? Ну, чтобы потом больше не попадало. Конечно, вот и все. Как понять, что люди врут? Рома хотела спросить, что они делают? Я знаю, что уши тешут, в левый, в правый угол смотрят. Ну, в принципе, если на практике, то, скорее всего, можно узнать, что человек верет, потому что он, например, очень часто рукой дотрагивается до лица, до какого-либо. Вот вы говорите, уши, нос, а чаще всего, может быть, даже где-то вот в этой области, потому что человек не хочет врать, подсознательно он не хочет врать. И как бы рукой передерживает, да, что вот эти вот слова, не хочет, чтобы они вылетали. Но это не означает, что прям вот всегда, если человек дотронулся до этой части, до того, что однозначно он верет. Конечно же, нет. Может быть, у него действительно ресница упала, да, и он смахивает оттуда. Но вообще покраснение, вот кончика носа еще тоже говорит о том, что человек верет. А если по поводу глаз, вот нам в университете говорили о том, что в принципе нужно смотреть на движение глаз. Если человек смотрит направо, то считается, что он фантазирует, придумывает, то есть врет. Если налево, то означает, что он вспоминает, то есть говорит правду. Но могу сказать, что в реальности вот такое быстрое движение уловить очень сложно. Я понимаю и верю в то, что есть люди, которые действительно обученные, специалисты, и они по движениям, мимике, жестам могут точно определить сразу же, человек врет или не врет. Но нам, обычным людям, это, я думаю, что сложно. Вот ориентироваться вот на такие элементарно простые вещи. Ну все индивидуально. Какая самая нелепая отмазка была у детей, чтобы уйти из школы? Так, ну обычно говорят о том, что даже если с утра опаздывают, говорят о том, что они ходили в больницу. Если потом уходят тоже, им всегда нужно в больницу. А так нелепая, если упал, ударился головой об асфальт, об лед, вот сейчас вот у нас везде скользко, и потерялся, забыл, в какой стороне находится школа. Очень интересно, надо будет записать и тоже так своему учителю сказать. Кому нельзя лгать? Вот никогда, ни в каких ситуациях? Ну, начнем с того, наверное, что самое главное для человека все-таки это здоровье, и поэтому, если что-то случилось, и ты хочешь получить полноценное лечение, то брать, я думаю, нельзя врачам. Ну, а если с точки зрения психологии, то нельзя брать самому себе, в первую очередь. Когда съемьешь, да, ни к чему хорошему не приведет, однозначно. А можете рассказать какую-нибудь историю, в которой братье обернулось боком? А вот здесь можно я расскажу притчу? Да, давайте, давайте, давайте послушаем. Шел путник по пустыне, очень хотел пить, и видит издалека, да там стоит дом. Думает, ой, как хорошо, я сейчас пиду, напьюсь воды, и вполне возможно, что если там хозяин хороший, то оставит меня попить чаю, мы полюбуемся прекрасным закатом, а потом я пойду своей дорогой. Хозяин этого дома тоже издалека увидел путника и думает, ой, как хорошо, что появился этот путник, он сейчас ко мне зайдет домой, мы с ним, ну, наверняка же он хочет пить, мы с ним попьем чаю, полюбуемся закатом, ну, в принципе, получается, их желания были схожи. И вот теперь он думает дальше, но если я останусь дома, то вдруг он подумает, что меня нет дома и не зайдет, и поэтому дай-ка я выйду на улицу. Но вышел на улицу и думает, что если я буду стоять тут просто его ждать, путник подумает, что я бездельник, и поэтому я, типа, там взял лопату и ковыряется в земле. Работает. И вот теперь путник идет и смотрит, хозяин дома работает. И думает, если я сейчас его окликну, попрошу пить воды, я же ему помешаю, как-то нехорошо, неудобно, и прошел мимо. Как вы думаете? Не тот и не другой, ничего не добились, чего хотели, получается. Ясно. А насколько это относится к данной теме, как вы считаете? Как бы они же не обманули друг другу? Ну, нельзя обманывать свои желания, не знаю. Надо говорить о них другим. О своих желаниях, да? Ну, молчание тоже обман, человек промолчал и ушел. Вот я тоже так и говорю о том, что молчание, это тоже своего рода обману. Но в данном случае каждый обманул сам себя. Вот я и говорю о том, что выходит боком. А когда вы последний раз лгали? Или брали? Так, я вот так вот сделаю, да? Нет, но на самом деле, скорее всего, в прошлый четверг, например, потому что, когда я поздно пришла домой, на вопрос, где ты была, я сказала в школе. Вот теперь посмотрите, с одной стороны, действительно я была в школе, как бы на работе, но с другой стороны, я играла в волейбол. Как вы считаете, это вранье или нет? Ну, я думаю, нет, потому что вы же все равно работали в школе, но потом решили отдохнуть и ушли. Ну, вот, не знаю, вранье или нет, но я играю в волейбол, на самом деле. Ну, это сами вы уже должны понять. Ну, у нас есть игра, называется она Фибер. Кто не знает, сейчас все объясним. Мы немножко изменили правила, мы одеваем такие масочки и вот у нас есть специальные колпачки. Вот у нас рядом сидит еще психолог, она будет определять, ну, соврали мы или нет. Если мы хорошо соврали, то мы надеваем колпачки, если нет, то мы их не одеваем. У кого больше, то ты выиграл, соответственно. Давай на счеталочки. Эй, Ники, Беньки, ты. Ну, ладно. Так, один раз я шел по улице, увидел старый чехол, решил лопнуть, а там оказался телефон. Открывает чехол, а там лежит айфон. Ну, я, конечно же, добрый человек, и я решил его отдать. Айфон? А какой? 5S. Ну, это было года два назад, но в то время он стоил очень дорого. Вот вы верите этому обманщику или нет? Нет, не верю. Я тоже не верю. Правда? Стой. За сколько ты его отдал? Ну, я его за 700 рублей его отдал. Ну, это очень дешево. Ну, ладно, надевай колпачок. 1-0. Ну, ладно, ладно, хорошо, сейчас я тебя вот делаю. Эти прекрасные часы с феечками Винкс, фея-фея, я не забирала у своей сестренки, а купила сама их себе. Вот. Правда это или нет? Покупала или нет? Я верю, потому что очень любишь розовый цвет. Нет, я не люблю розовый. Ты любишь розовый цвет? Я думаю, что забрала у сестренки. На самом деле, я их купила, но не потому, что люблю розовый цвет, просто потому, что захотела часы с феечками. Такое бывает. 1-1. Давай, Ром. Так, однажды мы с братом спрыгали со второго этажа в сугроб снега, который мы лично собирали, с балкона. Стой, у тебя был балкон на втором этаже? Да, у меня был на втором этаже балкон. Ну, у нас такой дом, где получается сама квартира и там еще балкон у всех. Получается, все 9 этажей и там есть у всех балконы. Вы ему верите? Верю, но мне не нравится то, что вы друг с другом разговариваете. Я такое чувствую у меня, что я тут как бы сижу лишнее. Нет, вы ни в коем случае не лишнее. Если хотите, мы можем вам тоже дать. Мы просто хотели, чтобы вы как профессионал свою точку зрения высказали. Нет, просто вы вдвоем разговариваете и у меня такое чувство, как будто я думаю, надевайте. Давайте лучше угадывать вместе. Давайте втроем. Ну, так вы мне верите или нет? Верю. Верить? Верить? Ну, ладно, да, такое может быть. А это неправда. Давайте теперь вы. Так, я в 15 лет поступила в университет. Верю. Верю, верю, верю. Вы нам рассказываете такую историю. Так не считается. Я просто слышала эту историю. Ладно, хорошо, я тоже тогда верю. Все понятно. Ну, ладно. А, это было правда. Так, ну, ладно. Меня кусала в детстве собака. Я поверю, потому что всех, мне кажется, в детстве некоторых кусала собака. Ладно, да, меня кусала собака. Так, ну, что еще можно сказать? Я даже не знаю. Один раз вот мальчики оставили свой футбольный мячик, получается, на улице и пошли куда-то играть. Я взяла этот мячик и ушел. Ты забрал себе чужой мяч? Ну, да. Да ты воришка. Нет, я думаю, что такая история вполне возможна у любого мальчишки. Ну, да, это была правда. Да, я так однажды и забрал мячик. Ого, и где сейчас этот мячик? Он у нас в студии. Откровение этого вечера. Ну, ладно, давайте... Ого, я не отошла еще от этого. Давайте теперь вы. Когда поехали мы на море и там пошли на прогулку и была у нас горная овечка и меня унесло этой горной овечкой. Нет, не поверю. Нет, я тоже не верю. Ну, я мальчика девочка, на самом деле я врать не умею. Давайте подведем итоги. У Ромы два балла. Я победил. У вас ноль, у меня один. Ну, ладно. Рома лучше всех из нас врет и забирает мячики. Это, конечно, нехороший признак. Ну, что ж... Кстати говоря, я как классный руководитель это очень хорошо знаю. Рома у нас самый большой выдумщик в классе. А почему так? Нет. Именно так. Это факт. Вы прямо сейчас были в начале, когда еще не играли, как детектор лжи. Мы с вами были, определяли, Рома врет или нет. У нас есть такая рубрика детектор лжи полиграф. Смотрим. Это полиграф, детектор лжи. Он реагирует на изменение давления, дыхания и сердцебиения человека. А это Петр, полиграфолог. Он поможет нам узнать, кто больше врет, дети или взрослые. Но для начала хочется узнать, как работает эта машина. А когда вообще появился первый полиграф? Само желание людей узнать правду, говорит человек или неправду, возникло очень давно. Например, в средние века кидали женщину в воду. Если она тонула, значит, говорит правду. Если не тонула, значит, врет. Ее сжигали. Но сам как в виде прибора изобрел Даниэль Бифо, который написал «Добидон Крузо». Он изобрел перчатку плетеновую, которая прям по плечу была. Она наливалась водой. И когда человек врет, давление у него изменялось и вода должна была утекать. А какие интересные случаи были у вас на работе? Ну, давайте расскажу про самый последний. Бабушка меня заказала, заказала мои услуги. Она сама не ходит в тележке, копила всю жизнь. Она ветеран Великой Отечественной войны, инвалид. Всю жизнь копила деньги. Значит, у нее три внука, 15 лет, 18 и 20 лет. У нее пропали все сбережения, пропали почти 600 тысяч. Ну, кроме внуков, никто не ходит. Она решила протестировать всех внуков. Я протестировал, внуки были против, но бабушка настояла. Значит, протестировала, оказалось, что все три внука причастны к краже. Ну, а сейчас эксперимент. У нас есть каверзные вопросы и испытуемые. Посмотрим, как поведут себя люди и детектор. Существует ли зубная фея? Да. Ложь. Бывали на крыше дома? Нет. Ложь. Целовались с мальчиком? Да. Правда. Крали деньги у родителей? Нет. Ложь. Проезжали ли вы с зайчиком в транспорте? Нет. Ложь. Зарушали правила дорожного движения? Нет. Ложь. Читали ли вы чужие сообщения в телефоне или в социальных сетях? Нет. Ложь. Считаете ли вы себя честным человеком? Да. Ложь. Я специально сказала про зубную фею, что она существует. Хотела проверить детектор. И он меня раскусил. он действительно работает. Существует ли зубная фея? Да. Правда. А ты была на крыше дома? Нет. Ложь. Кушала, кормили животных? Нет. Правда. Целовалась с мальчиком? Правда. Крыла деньги у родителей? Нет. Правда. Проезжала с зайчиком в троллейбусе? Смотрелся тесно. Да нет. Нет. Ложь. Читала чужие сообщения? Нет. Правда. Ты считаешь себя честным человеком? Нет. Ложь. Ну, сложно сказать, кто чаще врет. Дети живут в сказке. Они верят в эту сказку. Может быть, даже и неправда, но они верят. Поэтому полиграф будет всегда показывать реакцию, что это правда. Хотя это сказка. А взрослые уже в сказку давно не верят. Но пытаются некоторые обмануть полиграф. И поэтому, опять же, получается, что ложь уходит наружу. В течение всего эфира вы нам присылали в чат сообщения, вопросы. И сейчас пришло время на них ответить. Вот здесь Юлия Васильева нам задает. Как вы думаете, вам часто врут? Ну, я думаю, не особо. Ну, не знаю. Я не могу понять, как часто мне врут. Наверное, да, не особо. Давай вперед промотаем. Что-то в самом верху писали. Ну, тут привет, 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 привет. Вот, ребята, признайтесь, вам часто приходится врать? Ну, не особо, но иногда и приходится. Скажем так, в 50 на 50. Какая самая крупная ложь была в вашей жизни? Раскрылась ли она? Нет, не раскрылась. Настолько крупной ложи у нас не было. Нет, я у меня была, думаю, но я не могу ее раскрыть. Тайно все дела. Так, ну, здесь... Ты, кстати, знаешь, что в Англии, в Англии недавно прошел всемирный конкурс лжецов. Профессионалы, такие как чиновники и депутаты, не допускаются. Говорят, много практики. Я ни разу о таком не слышал вообще. Ну вот, сейчас расскажу. Там победил фермер Джон. Он уже седьмой раз там участвует. Ого, видишь, какой профессиональный врунишка. Да, нам бы у него поучиться. Так, всегда вру, когда опаздываю в школу. Вам родители часто врут? Не знаю, это надо у них спросить, но обычно они врут то, что ты красивый. Не знаю, мне мама, ну, это иногда говорит, когда она сидит у подруги, я же слышу голос подруги. А мама говорит, что она на работе. Ну, так бывает. А ты маме об этом говоришь? Нет, я не говорю. Зачем? Пусть сидит подруга. А если она сейчас смотрит эфир? Раскололся ты. Бывает. Можете сами определить, что вам врут. Ну, думаю, теперь да. Буду внимательно смотреть на кончик носа. И так же видишь, что люди трогают лицо свое. Это самое важное. Ну, как сказали уже, это не факт, что это правда. Так. Вы любите врать? Нет. Я не люблю врать. Нет, я не люблю врать. Если это не ложь, вабалага. Еще знаешь, какие-нибудь интересные факты про вранье? Знаешь, какая самая лживая страна? Кто-то чаще врет. Вот, проводишь же конкурс специально по лжи. Мне кажется, Англия как раз. Нет, нет, нет. Китай. Там проводил английский университет. Там проводил социальный эксперимент, где за вознаграждение денежное все врали. Как думаешь, Ром, если вот тебя поймают во лжи, что ты будешь делать? Я начну как-нибудь оправдываться. Как? Я не знаю, смотря будет, какая ситуация. Ну вот, например, учитель знал, что ты не ходил ни в какую больницу, а лежал дома, потому что твоя мама прислала твою фотографию, как ты спишь, а не на уроках. Что ты будешь делать? Я даже не знаю, но я скажу то, что я проспал больницу и решил не идти. Ого. Мне кажется, Лусе признаться, ведь сначала ты врешь, потом оказывается, что они пойдут в больницу, посмотрят по камерам. Вот здесь Саша Васильев задает нам бруси признаться. А проходили сами тест на детекторе лжи? Нет. Я не проходила. Нет, я не рискнула. А также задает опрос, ну, ездили вы с Зайцем в транспорте? Я. Ездил пару раз, было такое. Я ездила, да. Ну, потому что, не знаю, это, знаешь, такой адреналин в крови появляется прям вообще. Ага, особенно, когда за тобой кондук ворси бежит. И ты убегаешься из автобуса. Да. А потом ты говоришь, ой, нет, 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 я купил билет. Кстати, у нас есть рубрика, где каждый соврет. Как часто? Вы врете. Сейчас проверим. Мы подготовили ситуации, в которых соврет почти каждый. Миш, мне идет это платье? Иногда лучше сказать да, ведь жизнь одна. Мне нравится. еще одну серию и спать. Ром, это ты цветок уронил? Это точно не больно. Как комарика косит? Соня. Мм, дай, девочка. Последнее было. Нет, со следующей четверти точно буду учиться лучше. Дочь, какая у тебя оценка за диктант? Да там у всех двойки. Ром, правда красиво? Ага, очень. Дай списать. Я сам еще ничего не решил. Наш эфир подходит к концу, и мне кажется, самое время подвести итоги нашего прямого эфира. Мы сегодня услышали хорошую притчу о спутнике и о том, что молчание это тоже некая лоз. Узнали, что ты лучший врун и вообще мячики забираешь у детей. Ну, это было-то один раз. Также мы узнали, что когда человек врет, он прикасается к лицу или смотрит в какие-то углы. Но это все индивидуально надо заметить. Детектор лжи проходит не все. Не все могут его обмануть. И давай пятое что-нибудь. Ну и пошумели, отдохнули, собственно, как всегда. И теперь мы подведем, пожалуй, итоги розыгрыша. Сейчас мы через специальную программу мы определим, кто же победил. Давай я пока вот так вот буду показывать его со всех сторон. Нажимаем. Сейчас мы узнаем, кто же победил. И победителем. Давай, нажимай. Пух. Если что, это Рома. Надежда Яскевич. Позвоните нам, точнее напишите. Мы вам напишем ВКонтакте, мы вас найдем. И если вы живете, да, я найду. Если вы живете где-то рядом, то мы вам его, я его вам лично привезу, а если вы живете где-то далеко, то я вам его отправлю. Да. Ну и, как всегда, символом нашей программы это рупор. И мы приглашаем нашего гостя. Идите к нам. Вы можете сказать все, что захотите сюда. Все, что захотите. Так, если по теме сегодняшней, то не лги, да не будешь обмануть. Не будешь обмануть. А так, всем желаю весеннего настроения. Спасибо за внимание. Мне кажется, это шикарные слова. Ну, а мы завершаем нашу программу. Всем пока! Партнеры проекта студия семейного кино Перфекто и творческое пространство Птица.